Продолжение следует... Каким потерям может привести неосторожный клик или полноценная атака? И можно ли сохранить тайны за семью печатями? Многие воспринимают затраты на информационную безопасность как неэффективные. Эта же система денег не приносит? Нет. Зачастую информационная безопасность финансируется по остаточным принципам. Пропытки саботажей растут. Целью номер один для атак с целью саботажа будут объекты критической инфраструктуры. Количество атак именно в этом направлении и развитие инструментов атакующих, оно растет. Количество атак будет расти и, собственно, интерес к этому будет расти. Эксперты все говорят, что в ближайшие годы будет как минимум 7-8% рост на рынке, именно как раз связанный с безопасностью. Ну, все последние события подсказывают, что, может быть, и больше рост будет с теми атаками, которые сегодня проходят. Российский рынок информационной безопасности по оценкам его участников не превышает 60 миллиардов рублей. На две трети он сформирован государственными заказами. В структуре продаж на рынке все еще преобладают антивирусы и средства безопасности в интернете. Правда, их доля за последние два года сократилась с 80% до двух третей. В среднем в структуре IT безопасность занимает в среднем 15%. Малый бизнес тратит в районе как раз 10%, но при этом крупные компании и крупные корпорации до 20-22% доходят в доли IT, именно расходы, связанные с IT-секьюрити. Но, скорее всего, эти данные связаны с теми самыми эпидемиями, с теми самыми вонокраями, экспетами и бэтраббитами, которые совсем недавно все мы видели, как это бывает, когда крупные компании становятся жертвами достаточно, в общем-то, банального шифровальщика и вымогателя. Вот так выглядит ДНК плохого кролика, доковавшего Россию и Украину в конце октября. Жертвами шифровальщика стали средства массовой информации, крупнейшие банки и объекты критической инфраструктуры. Вредоносный код скрывался за обновлением флеш-плеера от Adobe. Сейчас Бэтраббит вошел в базы данных ведущих антивирусных продуктов. У лаборатории Касперского она состоит из более чем миллиарда известных вредоносных программ. Именно борьба с вирусами принесла компании мировую известность. В 2016 году лаборатория на глобальном рынке заработала 644 миллиона долларов. На Россию пришлось всего 14% продаж. Если мы говорим о пропорции между продажами персональных продуктов и наших корпоративных продуктов, ну в России, наверное, этот показатель, ну где-то, наверное, 60 на 40 в пользу корпоративных продаж. Глобально это соотношение, наверное, в обратную сторону, 40 на 60. Основные затраты в этом секторе труд разработчиков. Сегодня стоимость профессионала 3 миллиона рублей в год. Российский рынок может удержать не более 8 тысяч высококлассных программистов, подсчитал Андрей Чапчаев, некогда специалист по прикладной математике. В 1991 году он основал одно из первых в стране предприятий по информационной безопасности. Сегодня компания «Инфотекс» — лидер в производстве аппаратных систем защиты. Мы разрабатываем специальные сетевые сенсоры, сенсоры на рабочих местах, которые позволяют вот обнаружить момент, когда мы стали, скажем так, объектом чьих-то домогательств, даже не подозревая об этом. У «Инфотекса» — собственное конструкторское бюро, где придумывают и производят пилотные партии сетевого оборудования. Эти приборы позволяют шифровать и передавать данные внутри компании, между ее филиалами и удаленными сотрудниками. Защищают телефонные звонки и видеоконференц-связь от прослушки и вторжения. Но для конечных пользователей это лишь часть общей системы информационной безопасности. По моим оценкам, вся совокупная стоимость владения системой безопасности, она где-то в районе 3000 рублей на один хост в месяц. Вот если у вас компания там, в ней тысячи человек, каждый сотрудник имеет компьютер, там есть какие-то сервера, ну вот вы можете примерно считать, что, наверное, все вместе для вас в месяц это будет стоить 3 миллиона. Конкретному заказчику решение по безопасности подбирает особый тип компаний — системные интеграторы. В их активе конструктор из более чем полусотни типов продуктов от различных поставщиков. У крупных игроков есть и свои разработки. Информзащита, к примеру, активно продвигает продукты своей дочки — кода безопасности. Эта компания специализируется на противодействии несанкционированному доступу. К слову, в прошлом году выручка кода безопасности выросла на 70%. Но в информзащите этот рост связывают не с собственной активностью, а с политикой импортозамещения. Принято два года назад положение о том, что в качестве программных продуктов могут закупаться только российские. Если есть российский продукт по тем или иным темам, да, который может заменить зарубежный аналог, то приобретаться должен в обязательном порядке. Это касается государственных компаний, государственных структур, министерств, ведомств. За два года действия запрета отечественные решения по информационной безопасности заняли более 50% в большинстве отраслей. Только компании топливно-энергетического комплекса еще предпочитают иностранное ПО. А лидеры по информационному импортозамещению — здравоохранение, в том числе государственное, и промышленность. К слову, на эти два сегмента приходится 70% из без малого 7-миллиардной выручки компаний информзащита. Еще один крупный заказчик систем информационной безопасности — банки и финансовые организации. Конечная цель, да, это защита от финансовых потерь, да. Но для банков что важнее, от чего он должен в первую очередь защищаться? От подмены, подлога. То есть если ушла платежка, то мы должны гарантировать, что там количество нулей не изменилось или же расчетный счет не поменялся, да. Банки и финансовые организации — одни из самых атакуемых объектов. Им приходится защищаться снаружи и изнутри. Только в первой половине текущего года российские кредитные институты потеряли 420 миллионов рублей от неосторожных или намеренных действий собственных сотрудников. Потери от атак извне намного больше. У банков средний хакерский счет в этом году снизился в два раза — до 95 миллионов рублей. Но это все равно в разы больше, чем средние потери других юридических лиц. Ущерб отдельных граждан на этом фоне — статистическая погрешность. Сейчас одна из самых важных угроз — это все-таки целенаправленные атаки. То есть когда вас целенаправленно будут ломать, если в первый раз не получилось сделать это, во второй, в третий раз и в четвертый раз. 14 лет назад студент Бауманки Дмитрий Волков с друзьями по ВУЗу организовали кампанию по расследованию киберпреступлений. Начинали с раскрытия взломов электронной почты и страничек в соцсетях. Первое крупное дело в активе Дмитрия Волкова — кража нескольких дорогих доменных имен у российского регистратора с последующей продажей на бирже доменов в США. Для таких инцидентов разработана полноценная процедура реагирования. Выезжает профессиональная команда с оборудованием, определяет, собственно, насколько серьезен масштаб этой атаки, как она развивалась, потому что нельзя сразу начинать все отключать. Потому что атакующий в этот момент поймет, что его активность была замечена. Он тоже предпринял свои ответные меры для того, чтобы хотя бы каким-то образом сохранить удаленный доступ в эту инфраструктуру и вернуться к ней, например, через месяц, либо через несколько недель, когда все подумают, что проблема решена. Сегодня группа IB — признанный мировой лидер в вопросах обеспечения информационной безопасности и расследования атак. Подтверждают это и финансовые показатели. В прошлом году валютная выручка составила четверть от всех доходов компании. В этом году она, вероятно, перевалит за 30%. Основная задача — сделать так, чтобы доля валютной выручки составляла 80%. 80%, которые я озвучил, основная цель — это к 2021 году. Сейчас такая обстановка, что, возможно, мы достигнем этого показателя раньше. Что касается российского рынка информационной безопасности, государство взяло на себя роль катализатора. И тому есть причина. В прошлом году, по данным ФСБ, объекты критической инфраструктуры были атакованы 70 миллионов раз, и две трети ударов пришли из-за рубежа. В результате минувшим летом был принят закон, заставляющий владельцев жизненно важных объектов защищать их от хакеров. В том числе мы ощущаем на себе здесь, в торгово-промышленной палате. Вот мы не секретный объект, но тем не менее по несколько сотен попыток проникнуть в нашу информационную систему в день наши коллеги отбивают. По оценкам Гатнер, в этом году оборот глобального рынка информационной безопасности составит 86 миллиардов долларов, а в ближайшие два года достигнет 100 миллиардов. В России рост затрат на систему цифровой защиты будет опережать общий мировой, в том числе после того, как на отрасль обратило внимание государство. И это умный бизнес-вектор.